Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы пытаетесь. Значит, на два момента я обращаю ваше внимание. Первое. То, что у вас начинается нервный тек, когда вы говорите про программирование, потому что для вас оно тяжело. И то, что у вас, по всей видимости, есть склонность избегать того, что вам тяжело, того, что вам неприятно, того, что может причинить какую-то боль, повлечь за собой определенные последствия негативные и так далее. Потому что, ну, есть ощущение, что вы избегаете, да, есть ощущение, что вы просто хотите избежать от долгов и все. Вот. С другой стороны, вам не нравится ни программирование, ни аудиовизуальная специализация, но зачем-то тогда вы поступали на эти профессии. Складывается такое ощущение, что вы поступали лишь бы куда, а так эти вопросы решать не рекомендуется, потому что поступали лишь бы куда, когда вы вредите только одному человеку, этот человек вы и кто-то еще, а вы и только вы. Поэтому, вот, как бы, ну, я рекомендовал бы, все-таки, подумайте, вообще, зачем я здесь, чего я хочу. Потому что, если, условно говоря, вы отдавали бы себе отсчет в том, чего вы хотите, то и шанс, например, справиться с тем, что вы даже откровенно плохо знаете, или откровенно плохо разбираетесь, был бы высок. Как был бы высок шанс того, что даже при условии, если какая-то специализация, не знаю, но вам нравится делать что-то в ее рамках, и вы не сделали, сделали бы это на высшем уровне. Это бы тоже, было бы здорово и, ну, поставило бы под сомнение утверждение, что профессия не востребована. Так что, это вот такой момент. Другой момент. Вы пишите, что я смог бы расслабиться и быть более счастливее, но это только до окончания четвертого курса. То есть, ваше счастье, оно, условно говоря, зависит от определенности, причем определенности безоблачные. То есть, когда у меня относительно все ясно в жизни на ближайшее время, и там нет ничего сложного, я счастлив и расслаблен. Когда есть возможность ошибиться и что-то, это сразу меня напрягает. Если примерно так звучит, звучит это у вас в голове, то именно с этим нужно работать. Это звучит как-то по-другому, ничего с разного, сформулируйте, работать в любом случае нужно с этим. Потому что, если вас делают счастливее какие-то определенные, определенные условия, то нет ничего удивительного в том, что вы к ним заготеете. Заготел бы к ним любой. Важно увидеть, почему это вас выбивает из коллеги. Ведь это абсолютно нормально, что ничего-то мы не понимаем, что что-то нам сложно. Да, даже, даже долги, и то, нормально. Если у меня долги, это нормально. Вот. Потому что, ну, можно успеть, закрутиться, там, не хотеть, в конце концов. Все люди. Но у вас это вот именно что делает несчастность. А, программирование так вообще наводит до нервного тика. Ну, это, короче, ощущение просто, что вы хотите звучать, потому что это все не ваше. Выбирайте, выбирайте вы, как бы, меньшее зло. Выбор меньшего зла, это не всегда выход. В реальности. Поэтому, вот, постарайтесь в этом направлении тоже подумать. Еще, еще один ваш важный момент. Как быть, есть советы. Нет, психологи не дают советы. Психолог поможет вам разобраться в себе. Увидеть ваши противоречия, разрешив которые, вы сможете дать себе ответ на вопрос, который сейчас не решаем без совета. Вот и что. Поэтому, советы, я думаю, это не то, зачем обращаются к психологу и к терапевту. Опять же, условно говоря, если бы вы спросили, вот, если бы вы спросили примерно так, почему я могу волноваться из-за программирования и почему, например, если я буду учиться на аудио-визуальной специальности, то до четвертого курса я буду расслаблен и счастливее. Вот почему так? И дальше вы, там, условно говоря, ну, расскажете что-то о себе. Вот это вопрос, который вполне уместен для психолога. Только тут вы пытаетесь познать себя. И наша задача сблизить вас с реальностью, помочь вам наиболее комфортно взаимодействовать с ней, слушать себя, позволяет своей собственной реальности психологической, проявлять себя в объективной реальности. Все это задача для нас. А вы просто хотите совет. Думаю, что совет поможет вам решить проблему. Но нет. Так вы и можете быть, так вы можете нуждаться в советах всю свою жизнь. А счастливым может быть только тот, кто живет своей головой, кто не боится понимать вращений, не боится ошибок. Мне кажется, что вы всего этого боитесь. И именно поэтому и нужно со страхом поработать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что обратная связь, которая сформулируется, будет началом плодотворной работы над собой. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова